Газовый кризис, разразившийся в Европе, вновь продемонстрировал важность диверсификации маршрутов и источников поставок голубого топлива. В нынешних обстоятельствах фактор Южного газового коридора, по мнению официальных лиц, может сделать Европу менее уязвимой в ситуациях с перебоями в поставках. К слову, работы по реализации проекта газового коридора уже близятся к завершению. Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул данный вопрос во время своей речи на церемонии открытия 8-го глобального Бакинского форума. Это важно не только для нас, но и для всего региона. 31 декабря 2020 года был знан в эксплуатацию последний участок Южного газового коридора. Это стало историческим достижением для Азербайджана, наших соседей и Европы, потому что это важный фактор энергетической безопасности Европы, инструмент диверсификации. Южный газовый коридор означает диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Газ, поставляемый из Азербайджана, это новый источник для европейских рынков. Глава государства отметил, что с января по 31 октября текущего года Азербайджан транспортировал по данному маршруту более 14 миллиардов кубометров природного газа, который поставляется в такие страны, как Турция, Грузия, Италия, Греция и Болгария. Почти половина этого газа была использована потребителями из Европейского Союза. По словам президента Ильхама Алиева, в странах, куда был транспортирован азербайджанский газ, не было ценового кризиса, и никто не замерзал. Это в очередной раз доказывает, что Южный газовый коридор является важным проектом в плане энергетической безопасности для всей Европы. В следующем году мы, наверное, выйдем на тот рубеж, когда мы будем поставлять уже порядка 10 миллиардов километров газа в Европу, это намеченный максимум. Азербайджанский газ для стран-покупателей является очень ценным ресурсом в данный момент, учитывая особенно то, что цена на газ в Европе сейчас выросла в десятки раз по сравнению с прошлым годом. И сейчас, так сказать, Европа, она видит наглядно значимость азербайджанского газа, который стал альтернативным источником поставок газа, поставок энергии в Европу. Напомним, что газ крупного азербайджанского месторождения Шах-де-Низ начал транспортироваться в Европу посредством Южного газового коридора с конца 2020 года. Фарид Адилов, CBC